В другую сторону, здесь совсем не будет оптогенетики, и даже оптогенетики плюс, потому что когда мы обсуждали программу, мы просто решили поговорить о том, что мы изучаем. Я решил прочитать такую лекцию, полустуденческую, чтобы она была про мозг человека. Как он устроен, что мы смотрим, когда мы активируем оптогенетическую группу нейронов, что за этим стоит, мы должны это очень хорошо предполагать. Но вначале просто такие вот очень обычные, очень простые элементы по поводу нашего мозга, чудесного, удивительного, замечательного. Вот масса его где-то, мы знаем это все, что мы говорим для студентов, один-два килограмма, потребляет 25% энергии организма, вот очень много энергии потребляет, хотя каждый из них вообще для обработки энергии требуется очень мало энергии его для работы. Значит, около 90 миллиардов нейронов и примерно 90 миллиардов глиальных клеток. На самом деле это хорошо бы помнить, потому что у нас до сих пор представление со времен еще Эрика Кенделла, который написал в книжке, что глиальных клеток в 10 раз больше, чем нейронов. На самом деле это не так, были произведены очень тщательные исследования, было показано, что общее количество в нашей мозге примерно одинаковое. Другое дело, что в коре головного мозга глиальных клеток действительно больше примерно в 4 раза, чем нейронов, зато в мозжечке, наоборот, нервных клеток намного больше, чем в глиальных клетках, которые у них есть. Об этом не буду сказать, этого не буду касаться. Кора полушарий 3-4 миллиметра, и это то, что мы, так сказать, в основном изучаем с помощью оптогенетики и других подходов. Значит, площадь коры это 20 квадратных метров, это огромная совершенно площадь, которую, так сказать, он занимает. На себя эти нейроны, которые друг с другом, между ними, трудно ее посчитать, но где-то считается, что порядка 500 тысяч километров по оценкам не это, у черных, которые у них есть. И мы должны помнить, сказать еще, сказать, что мозг работает у нас очень активно, и где-то после 30 лет у нас сначала они порастают, устанавливаются, а потом погибают примерно 30-50 тысяч нервных клеток в год, который, вот, то есть это такой вот процесс, который происходит. Мозг действительно наша загадка, почему? Потому что он потребляет мало энергии, как я говорил. Это многопараллельная обработка информации, но низкая частота, в отличие от компьютеров. Есть много, так сказать, вот работ, исследований, представлений, которые сравнивают компьютер и мозг. Вот чем они отличаются, потому что компьютер в основном работает, как просто одно, обрабатывает информацию, так сказать, в одноразовом направлении, а здесь многопараллельная обработка информации. Вот я потом немножечко, может быть, скажу, почему это происходит. Это аналоговый цифровой принцип обработки. У нас есть аналоговые принципы, синаптические сигналы, которые потом переходят в потенциалы действия, и потенциалы действия это работает просто как по принципу 0.1. Вот, и у нас это три ионы функциональных элементов и блоков, которые работают в нанометровых размерах. Это очень важно сказать, потому что у нас есть синаптические связи. Синапс – это тоже структура, многоэтажная структура, вот, которая состоит из большого количества белков, и которые регулируют нашу синаптическую передачу и все остальные отличия. И мы плохо понимаем, как он работает. Он работает медленно, он делает много ошибок, у него память ненадежная, в отличие от компьютеров, вот, и он работает какими-то вот такими вот группами, нормальными группами, которые взаимодействуют друг с другом между собой, и что творится внутри вот этих вот структур, и так они взаимодействуют друг с другом, на каким этап это то, что мы, так сказать, должны понять, чем мы должны заниматься. Вот, и, в общем-то сказать, вот я, так сказать, вот увидел вот такую вот картинку, которую вам показать, даже мозг сам не знает, как он работает. Когда ты его спрашиваешь, как ты работаешь, а мозг тебе отвечает без понятия. Мы не знаем, мы очень мало знаем, но, тем не менее, мы стараемся это понять. Значит, мозг, в коре головного мозга работает мозг колонками. Вот здесь вот такая вот колонка – это 300-500 микрон, которые включают в себя тысячу, 10 или 50 тысяч клеток, которые взаимодействуют друг с другом. Это только в одной колонке, которая вот есть. Вот понять ее, как она работает, это чрезвычайно трудно. Когда вот сейчас обсуждали вот манескоп, да, манескоп позволяет работать на это. В основном это горизонтальные такие вот вот вещи, которые вот происходят. А вот что происходит вот здесь вот, и как происходит суммация этой информации, это одна из, можно сказать, вот больших проблем, которые люди пытаются исследовать. И мозг развивается, ну, с одной клеткой, как и все, так сказать, все происходит. Значит, что происходит? У нас есть, у нас есть гены, и он состоит, как он функционирует? Он функционирует на основании, как результат информации гена, генной активности и нашей физической активности. Гены – это основа нашего hardware, нашего мозга, который образуется. Гены дают информацию, формируются нейрональные сети, которые вот есть, но и они дают функцию. Мозг начинает медленно отрабатывать, обрабатывать движения организма и всего остального. Но функция, она сама имеет обратную связь на структуру. Вот структура меняется благодаря вот этой функции, благодаря активности, которая вот есть. И вот эта вот положительная обратная связь, она чрезвычайно важная. Она чрезвычайно важна, потому что есть гены, которые задают просто общий hardware, а это подстройка того же самого hardware. Я пока еще не говорю просто о software, который вот и есть. И это вот чрезвычайно важно знать, особенно в самом начале развития человека, когда мозг развивается необычайно быстро, когда формируется структура, и нужно, чтобы была очень активная функция, чтобы она работала. Вот эти вот изменения, они могут делать то, что гены, есть очень много мутаций, сегодня мы говорили про визуальные мутации, в функциональной системе существует много, много мутаций. И вот в некоторых случаях подстройка вот этой вот обратной связи, она может корректировать вообще те изъяны, которые дают нам гены информации. Вот поэтому, значит, нам надо помнить, что мозг – это постоянно подстраивающаяся под влияние функциональной активности системы, которая вот к нам есть. Вот. И у нас, конечно, в нейронах огромное разнообразие, которое существует. Я очень-очень люблю смотреть, и не только смотреть, но изучать эти нейроны, которые имеют колоссальные древа, дендритные, акциональные древа, которые различаются друг от друга и передают информацию, информацию одно между собой. Вот это вот просто здесь вот картинки, так сказать, вот клеток куркинии, амокринных клеток, пирамидальных клеток. Сегодня в докладе Фирсова было показано, что только биполярные клетки, мне кажется, или гонгленарные клетки имеют очень большое разнообразие, амокринные клетки имеют потрясающие красоты разнообразия, которые вот есть даже в сетчатке только. У нас в центральной нервной системе порядка ста, порядка тысячи подтипов разных нейронов, которые вот у них есть. И что они тоже чрезвычайно вот эта вот сложная устроенная структура, вот это вот, это дендрит, это шипики, которые меняются, которые меняются в процессе как раз именно нашего функционального, нашей функции, которая вот есть. Это, так сказать, отражается в вопросах, которые касаются пластичности мозга, которые вот, которые постоянно меняются, которые вот есть. Вот, значит, так, значит, я немножко поеду вот и дальше, значит. Значит, что же мы хотим узнать? Мы хотим узнать, как работает мозг, как формируются образы. Мозг у нас находится в темном пространстве, это сборище нервных клеток, и он обрабатывает эту информацию, но он формирует образы. Где-то формируется наше «я», где-то формируется наше видение мира. Вот, что такое сознание. Вот, и эти вопросы, так сказать, ну, обсуждается в теоретических работах, обсуждается на симпозиумах, на конференциях, обсуждается во многих книгах. И я, например, отказываюсь обсуждать вопрос, что такое сознание, потому что я осознаю, что я этого не понимаю. Для меня, так сказать, это выше моего восприятия, которое вот может быть. Мы можем, я могу строить какие-то вот гипотезы по этому поводу, но очень трудно. Но есть очень интересные подходы к этому, которые развиваются, и это тоже очень важное дело. Вот, и, значит, какие могут быть подходы? Это экспериментальный анализ и создание моделей, которые вот делаются, создание теорий, которые вот есть, вот это как раз вот нужно создавать теории. Это чрезвычайно важно, потому что экспериментальный анализ, что у нас есть. Конечно, для того, чтобы создавать теорию, нужно выяснять структуру и функцию, функциональную организацию нервной системы, как она работает. Потому что это чрезвычайно сложнейшая машина, которая работает от нанометров молекул ДНК, даже единиц нанометров, которые вот есть, это ангстрем, у нас разрешение белков происходит на уровне, это примерно 2-3 ангстрем, это 0,2, 0,3, даже 0,1 наноампера, до метрового диапазона, который вот есть. То есть это чрезвычайно широкий диапазон исследований. И как это делается? Мы исследуем на самых разных уровнях, начиная от мозга, вот от частей мозга, вот срезов мозга, нервных клеток. Вот на клетках есть дендриты, здесь возбуждающие, вот это вот возбуждающие, здесь синапсы, здесь вот синькие, это тормозные синапсы, которые работают. Вот исследуем и уникальные структуры, структуру, которая вот и есть. Мы исследуем кристаллическую структуру. Все это вот, это вот нам дает информацию о том, как может работать вот это вот хардвэр. Но этого все равно мало, мы все равно это мало по ним. И как раз обсуждали, не было чем, это еще выбрать то, о чем говорить еще более подробно. Вот говорили о том, что в мире существует, значит, вот есть несколько таких общих проектов, которые занимаются исследованием того, как работает мозг. Значит, в Европе, значит, вот с 2013 по 23 год, значит, был создан, и он сейчас существует, так сказать, Blue Brain Project, вот, который рассчитан на 10 лет. Это 1,2 млрд евро. В него включено порядка 100 институтов в Европе, плюс более 20 институтов в мире. Вот работает, ну, трудно сказать, но вот по некоторым подсчетам, вот где-то порядка, значит, ну, около 10 тысяч ученых в год, сказать, выплачивается, на этот проект, который вот есть. И задача, которая там предполагается, значит, это вот моделирование мозга. Прежде всего это связано с моделированием мозга. Вот, значит, здесь в Европе, в основном это в Швейцарии, есть группа, значит, там Маркман работает в Германии, в Австрии, в Израиле, и во Франции, значит, вот наш институт, вот тоже подключен к этому. Сейчас у нас на институте появилось очень большое количество математик, которые модулируют мозг, но там есть некоторый прогресс, но я к этому отношусь очень осторожно, потому что там моделирование, они слишком зациклены на моделировании и даже не очень интересуются экспериментальными данными. Мне кажется, у нас такая есть шутка, что для них, чем меньше экспериментальных данных, тем легче строить математические модели, что может быть и правда, но, так сказать, я, может быть, слишком критичен к этому, но там есть некоторые положительные моменты, которые касаются вообще патологии, например, там при эпилепсии можно предсказывать некоторые моменты, которые могли бы быть при патологических состояниях, но по поводу понимания, все равно того, как все устроено, как наше сознание формируется, этих данных нет, и пока что не видно шагов, куда это будет двигаться. Параллельно, когда был сделан Blue Brain Project в Соединенных Штатах Америки, это было при Обаме, значит, был, значит, тоже предложен, значит, Human Brain Project, вот, значит, он рассчитан тоже на 10 лет, он примерно такая же сумма, примерно 1,2 млрд долларов, значит, 110 млн долларов было потрачено в 2014 году, сейчас я точно не знаю, сколько тратится, потому что время меняется, вот, здесь в основном включены только институты Соединенных Штатов Америки, вот, и задачи, они просто, они добавляются вот к этому, здесь моделирование мозга в основном, а здесь идет картография мозга, вот, значит, значит, предполагается, значит, создание функционального коннектона, вот, аптогенетика входит, входит в эти вот процессы, улучшение понимания функций мозга, есть другие направления, которые, которые я сейчас не буду обсуждать, которые очень активно, скажем, обсуждаются, вот, эти вот подходы, то есть это действительно, эти исследования не требуют большого количества денег, вот, и большого количества усилий разных ученых с разным, разным миром, которые вот есть. Значит, я просто остановлюсь очень коротко на, значит, я просто еще, сказать, вот, был сказать, что создание техники очень, очень важное, вот, когда мы, вот, говорим, вот, есть вот цветной, значит, используется функциональный, для функционирования нервной системы используется несколько направлений. Цветной мозг, то, что я сейчас буду немножко говорить, вот, коннектомика, прозрачный мозг и компьютерная стимуляция мозга, то, на чем я остановлюсь. Вот, но, давайте тогда просто перейду я к этому прямо сразу, значит, вот, к, к rainbow, к цветному мозгу, который вот есть. Для того, чтобы вот выяснять структурную организацию, важно, очень важно видеть, как расположены нейроны, как они есть, как происходит между ними взаимодействие. Это, ну, как это, как представить? Дело в том, что если мы пытаемся просто узнать жизнь, жизнь, жизнь города, жизнь дома, нам нужно не только, не только знать, это самое, как двигаются люди, которые вот есть, нам нужно устроить, как устроены дома, как устроено международное магистре и все остальное. Вот. Вот этого поднимают, вот, современные подходы, которые развиваются, они помогают нам делать это. Вот этому помогает, как раз, именно, вот, создание множества флуоресцентных зондов, которые, сказать, вот, которые мы используем сейчас в наших исследованиях. И я не буду останавливать это, вы все это, наверное, знаете, этот слайд, это и из Чена, где-то, который показывает большое разнообразие флуоресцентных зондов, начиная от, от синих до красных, которые, с помощью которых можно исследовать структуру. Вот. И благодаря тому, что можно встраивать, создавать трансгенных мышей, благодаря, так сказать, вот, кре-рекомбинациям, можно создавать разнообразие цветов разных типов нейронов, которые эксплуатированы в нейронной клетке. Вот. Как это вот делается? Вот можно, например, сделать просто Тайван-промотор, Тайван-промотор, это нейрональные промоторы, как мы знаем, и можно, например, сделать просто, который, который соединяет в себе МЧР, зеленый фиористентный белок и лазурный белок, и у нас будет получаться, здесь другое, может быть, популяция, третья, может быть, популяция, и, может быть, получаться мышки с очень большим разнообразием цвета, цветов и нервных клеток, которые вот есть. Вот такая вот, может быть, получаться картинка, значит, это просто, ну, я просто, скажу здесь, вот она есть, это просто вот трехмерная структура, если, так сказать, ее, ее визуализировать, которая, может быть, нервных клеток, уже можно видеть чуточку взаимодействия между нервными клетками, которые там где-то происходят, но мы из этого, так сказать, ничего не понимаем, не можем понимать. Вот эта картинка красивая, вот эта вот, зубчатая фасция, видите, она выглядит очень, очень красиво, а какие связи между ними, нужно, для этого нужно проводить очень большую работу, и этим занимаются как раз вот американские исследователи, которые, вот, создали это вот направление коннектома, который вот есть, который вот может быть. Как это вот делается? Значит, меня слышно или нет? Да, вас слышно хорошо, да, вас слышно хорошо, все нормально. А, ну, значит, имиджинг each slice это... Значит, делается очень тонкий среду 40 микрон, который вот есть. Excuse me? Петр Дмитриевич, извините, пожалуйста, сейчас было какое-то дополнительное звучание, которое дает очень сильное эхо. Это из презентации. Окей. Да. Беру просто... Потому что там было просто объяснение того, как это делается. Делается просто структура, просто среда делается мозг, накладывается, потом снимается на электронном микроскопе, накладывается эта картинка и формируется трехмерная картинка вот таким вот образом. Вот она формируется. Картинка, вот видите, формируется окрашивание, вот выходит вся структура, вот есть, вот она есть, появляется вот такая, ну как бы искусственная, но это уже сделано на компьютере, но из реальной картинки, которая была получена в мозге. Вот. Это дает нам возможность сказать, вот видите, получать, смотреть структуры мозга, который взаимодействует друг с другом. Если мы возьмем, например, вот здесь вот сделана часть колонки коры, вот которая вот есть, это уже, это реальная картинка реальных нейронов, которые есть, которые получаются при этом. Можно сделать при очень высоком решении вот один нейрон, одну нейронную клетку. можно взять немножко большой кусочек дендрита, который вот есть, вот небольшой, маленький кусочек дендрита, который представляет собой необычайно плотную упаковку на самом деле, который состоит здесь из дендритов, аксонов, глиальных клеток и капилляров, которые вот есть, которые вот вместе, которые вот устроены. Мы можем посмотреть, мы можем посчитать количество элементов, которые туда включены. Вот, например, вот в этом вот участке, который вот есть, здесь вот включены, может быть, на большем разрешении можно это увидеть. Вот если на большем разрешении посмотреть, это вот такой вот сложный лес взаимодействия, который есть, там дендрит внутри проходит, вот, а здесь вот 675 синапсов, значит, видите, 530 аксонов, 90 дендритов, которые вот есть и которые взаимодействуют, действуют друг другом, но они еще проходят вокруг друга, не взаимодействуя с ними. Вот это вот показано трехмерная картинка, которая получается здесь внутри, это дендрит. Вот это красным, это дендритные шипики вот этого дендрита. Аксональные структуры здесь убраны отсюда, которые могли бы быть. А когда взять картинку более общую, когда видны шипики, видны дендриты и видны синаптические контакты, которые есть, видно на этой картинке, которая вот есть. И что чрезвычайно важно, мы видим вот дендрит, мы видим вот это, это пресинаптическое окончание, вот постсинапс, который взаимодействует друг с другом очень сложным образом. Здесь вот мы берем, например, что видно, дело в том, что когда мы берем, например, нервномышленный препарат, в нервномышленном препарате у нас к одной мышце подходит один синапс. У нас просто одно, такое вот взаимодействие просто один к одному происходит. В нервной системе это намного сложнее. Здесь, например, вот к этому аксону, вот, подходит, вот, подходит пять шипиков, которые вот есть, которые, которые формируются в процессе изменения пластичности, которые изменены вот. Так что, так что структура, которая работает у нас в центральной нервной системе, она отличается от того, что происходит в нервномышленном препарате. Поэтому вот и, и вот то, что сказать, вот у нас там получается при коннектомике. Коннектомика позволяет, значит, вот нам делать взаимодействие между структурами, очень визуализировать их количественно, то, что происходит между ними. Вот. Однако это огромнейшая работа. Вот то, что я вам показал, это вот кусочек, кусочек здесь, вот, вот этот вот один, так сказать, вот маленький, так сказать, вот кусочек целого мозга мышки. А если мы будем сравнивать с мозгом человека, то это вообще-то абсолютно совершенно несравнение в этой вещи. Поэтому там есть огромная проблема данных, их обработки, их получения этих данных, и проблема, на самом деле, интерпретации этих данных. Мы считаем, что мы видим, что у нас есть хардвер, который вот он есть, а так это интерпретировать, это очень-очень большая проблема и очень большая задача. Потому что мы видим, как бы это у нас, как бы в спящей красавице, в которой мы приходим в царство, и когда вот все замерло, вот мы видим взаимодействие, как бы под какой-то, какие-то вот личности, которые застыли, а что они делали раньше, что они будут делать, можно только предполагать. Вот и для этого как раз нужны функциональные исследования, не то, что исследуется, используется с помощью электрофизиологических, оптических методов, функциональных методов есть, которые есть, которые могли бы быть. Но тем не менее, вот он дает все равно информацию о структуре, как это устроено наше, наше хардвэр на данный момент развития мозга, который вот может быть. Вот, значит, он позволяет описывать мечение, описание разных типов клеток, выяснять структуры, основы изменения, функционирования мозга, обучения мозга, вот на данном этапе можно можно после обучения можно просто сделать коннектом, который который есть, но мы все равно не будем знать, чтобы было до этого, так сказать, это, так сказать, большое ограничение, вот. И может давать прослеживание связей в клеточных сетях, в небольшом количестве клеточных сетей, которые вот есть. И для этого, для того, чтобы это обойти, значит, вот нужно создавать вообще вот эту теорию, которые, сказать, могли бы это обходить эту вот проблему. Я просто сделал вот этот кусок, просто доброй памяти Виктора Ивановича Попова, который Пущино вот был, который исследовал мозг с помощью электронной микроскопии. Он сидел ночами, он делал огромное количество срезов, связей. Он был одним из первых, кто показал, что, например, к одному аксону может подходить несколько шипиков. И наоборот, и вот, может быть, он создавал вот это, пытался понять, как устроено вот это вот вот хардвер, который, вот он и есть. Но хардвер, она не дает нам возможности, как я еще раз сказал, понимания того, как мозг работает. Вот, и это вот коннектон, который здесь на этой основе, так сказать, он создается вот на основе вот этих вот вещей. Я его сюда не включил. Вот, он нам дает просто структуру, вот, а нужно понимать, как они взаимодействуют. И меня в этом плане привлекает вот теория, которую профессор Анокен развивает когнитом для того, как это, как, ну, это философские, сказать, вот подходы, которые вот и есть, как можно приблизиться к пониманию функционирования нервных систем, пониманию сознания, которое вот могло бы быть, которое вот и есть. Вот, ну, дальше вот перейдут, сказать, вот к другому подходу, который вот есть, это прозрачный мозг. Вот, прозрачный мозг там тоже дает основу для того, как можно видеть организацию нервных клеток, которые есть друг с другом между собой. Значит, прозрачный мозг это направление, которое было, разрабатывалось на протяжении, в общем, где-то примерно с 2005-2007 года, разрабатывались разные подходы, были прозрачные, среды должны были бы быть, вот, но вот прорыв был хороший, сделан вообще в 2013-2014 году из лаборатории Дайс и Дорса, значит, была предложена просто схема для того, как можно вымывать жиры из нервных клеток, и тогда мозг становится прозрачным, который есть, который может быть. Я просто приведу пример того, что вот мы делали с помощью, для того, чтобы увидеть распределение в трансгерных мышках, которые экспрессируют хлорсенсор в в мозге этих мышей. Значит, как это делается? Вот берется мозг, значит, в мозг создается вообще, так сказать, вот, сеть, они, полимеризация белочка, у которой она происходит, они начинают взаимодействовать друг с другом, и потом вымываются на протяжении нескольких дней или недель, вымываются липиды из из мозга, и остаются только связанные белки, которые там есть, и мозг становится прозрачным. Такой вот мозг, так сказать, был получен, это вот в нашей лаборатории, так сказать, вот мы делали вот с хлорным сенсором, который GFP, хлорсенсор, который красный флюорсенсорный белок, желтый флюорсенсорный белок, который экспрессируется вот там, который уходит. Потом с помощью, значит, вот лазера можно делать таймлэш с хлорсенсором и можно смотреть распределение экспрессии этих белков в мозге, которые где они есть, где они получаются. Вот, и вот когда это вот мы делаем вот с помощью хлорсенсора, вот это вот кортекс, вот здесь вот сделано вот кортекарный который есть, мы можем это все вот видеть, получать, можем картинку, которая дает нам возможность, дает нам возможность распределения, вид распределения этих белков, которые есть в нервной системе, которые мы экспрессируем. Вот, но здесь просто это показано, вот структуры экспрессирующих хлорсенсором, вот, и, но чем еще прозрачный мозг хороший, потому что мы можем смотреть разные типы белков, вот, которые экспрессируются в разных участках мозга, вот, можно взять тот же самый уже прозрачный мозг, можно обработать его антителами, можно его покрасить одним способом, потом эти антитела можно отмыть, можно покрасить другим способом, отмыть, покрасить третьим способом, и таким образом мы можем получать вообще картинку о том, где, какие белковые структуры функционируют, вот, и, ну, это направление, сказать, оно развивается, оно используется, вот, профессор Анокен показывал, сказать, вот здесь у них в институте это делается, вот, и, это очень важный, кстати, подход, но тоже для фиксированного материала, который вот может быть. И, еще, сказать, одно, сказать, вот последнее, что, сказать, хоть я хотел бы сказать, это по поводу моделирования мозга, которое вот есть, тоже направление, которое вот развивается. Как я уже говорил, что, вот, кора гравного мозга, она работает колонками, значит, колонки, порядка, 300-500 микрон, 10-50 тысяч клеток, это, так сказать, довольно сложная вот структура, вот они, так сказать, вот как они работают, как происходит между ними взаимодействие. И для того, чтобы между ними происходили взаимодействия, значит, я, значит, создаются модели. Эти модели создаются каким образом? Потому что уже известно получено огромный набор информации о том, как работают разные типы клеток. Как я говорил, что у нас, у нас существует огромное разнообразие нервных клеток, и даже в одной колонке есть нейроны, которые работают, одни работают с одним паттерном частоты, другие с другим, третьим паттерном частоты, fast-spiking neurons, slow-activated neurons, или другие, они обрабатывают эту информацию, которая приходит извне, которая могла бы быть. Это просто здесь показаны просто немножко разные нейроны с разными паттернами активности. Имеется, с одной стороны, разные структурные организации, дендритно-аксонные организации, которая может быть разной, с другой стороны, они имеют разные паттерны активации, которые... и как это делается? Это делается, берется модель каждого нейрона, одного, другого, третьего, четвертого нейрона, которые вот есть, и которые вот, они вот подходят, усиливаются, и здесь вот, вы видите, сейчас это все создается одна общая, общая плато, общая модель вот этой системы, которая вот, вот движется, и потом дальше мы видим уже отдельные нейронные свойства, которые подаются в ошибки, и потом мы видим, как они взаимодействуют друг с другом, вот такой создается вот уже этот лес математического моделирования, который основан на реальных функциональных свойствах нейронов, которые вот есть. И потом вот, можно увидеть синаптические связи, красные это возбуждающие участки, но синие это тормозные, тормозные синаптические участки, которые есть, которые формируются, и когда мы меняем просто шкалу взаимодействия, вот это вот такая, такой сложный лес, который есть, который движется вот дальше, вот дальше, и таким образом мы видим теперь уже готовую колонку, вот о которой я вот говорил, которая взаимодействует другим синаптическим связям, которые вот могут быть. И здесь, когда мы возбуждаем один нейрон, электрическая связь передается внутри колонки, почему? Почему я обращаю внимание на колонку? Потому что внутри колонки можно хотя бы хоть немножечко предположить, как происходит обработка информации. И дальше, когда мы будем видеть, будем развивать эту систему, образуется очень большое количество связей, которые могли бы быть. И таким образом формируются новые модели, которые могли бы быть. Моделей очень много сейчас, которые возникают, которые есть и которые дают нам... Петр Дмитриевич, вы нас слышите? Петр Дмитриевич. Петр Дмитриевич. Они многоэтажны, разнообразны, но и они ограничены нашими возможностями, возможностями нашими экспериментальными и возможностями нашего разума. Для того, чтобы выйти за это, нам нужно просто использовать еще нашу логику, нашу фантазию. Я очень люблю вот эту вот фотографию, фотографию Молстого Крика и очень-очень молодого Вастона, который имели минимальное количество информации, которые они имели о том, как работает ДНК и кристаллическую структуру. Они построили модель, они достроили все вот эти вещи, вот, и они соединили вообще экспериментальные данные, которые были получены, которые были получены недостаточные, с воображением, которое вот есть, и созданием логики, которая есть, и которая позволила им создать, понять о том, как, значит, создать модель ДНК, которая вот есть. И вот Фрэнсис Крик в одном из своих статьй написал, что вы, ваши радости и горести, ваша память и амбиции, ваше ощущение самого себя на самом деле не больше, чем поведение огромного числа нервных клеток и связанных с ними молекул. Вот, а в дополнение к этому, вот, Джеймс Ватсон сказал, что мозг – это последняя и грандиознейшая биологическая вершина и наиболее глубокая тайна, которую нам еще предстоит разгадать. Вот нам ее нужно, так сказать, вот разгадывать, вот, и смотреть, что происходит, и самое важное, мне кажется, вот, я хочу сказать вот этой вот фразой Альберта Эйнштейна, который говорит, что самая непознаваемая вещь в мире заключается в том, что он полностью познаваем. Может быть, наш мозг тоже полностью познаваем, но мы стоим еще, так сказать, впереди очень больших вопросов, больших проблем. Вот, я говорил немножко быстро, я боялся, так сказать, опоздая со своими рассказами, вот, я хотел просто обратить внимание на то, что, на то, что наше хардвер, вот, оно, понимание его очень важно, вот, понимание того, как это все устроено, и помнить надо об этом, потому что, когда мы создаем, мы подводим зонд какой-то части, части мозга, и мы, мы активируем какой-то участок нейронов, мы активируем огромнейшие миллионы синаптических связей, которые там связаны, и которые, которые потом активируют вот другие вот участки, участки, и нужно очень важно иметь очень хорошее представление о том, как это все устроено, для того, чтобы просто очень хорошо и грамотно все это интерпретировать. Ну, я, наверное, вот на этом просто вот закончу. Я не сказал очень много, сказать, вот, вещей, которые касаются экспериментальных подходов и других теоретических подходов, но это нужно делать просто в более широком докладе, который мог бы быть. Вот, благодарю вас. Петр Дмитриевич, спасибо. Ну, вот, у нас тут уже поступают восторженные отзывы о вашей лекции, то есть тут только эпитеты, фантастический доклад, интереснейшая лекция, шикарная презентация, в общем, посмотрите сами. А сейчас вот тем, кто, я подключаю микрофон, тем, кто первыми поднял руки, а потом мы зачитаем уже вопросы из чата. Значит, пожалуйста, Валентин, Валентин Иванович, что-то где-то у меня произошло. Я, видимо, не то сделал. Валентин Иванович Горделий, поднимите, пожалуйста, снова руку, где-то у меня потерялись. Я пока-то другому человеку дам. Я вас не вижу, значит, что мне нужно сделать? Нет, это я должен был. Все в порядке? Да-да, все, я вас нашел. Извините, я не ту кнопочку нажал. А вы меня слышите, да? Да-да-да, Валентин Иванович. Все, у меня два коротких. Петр, спасибо огромное за замечательный доклад. Я прошу прощения, безумно быстро и смутно. Ладно, извините, спасибо. Спасибо огромное. У меня два чисто технических вопроса. Когда вы показывали последовательность ген, структура, функция, в конце вы показали обратную связь и сказали положительную связь. Я так понимаю, что это просто оговорка, может быть, и отрицательная обратная связь. Правильно? Да, конечно же, положительная обратная и отрицательная связь. Спасибо, да. Просто функциональное взаимодействие, которое вот есть, и это просто по этому поводу, и есть просто экспериментальные модели, которые работают. Например, просто я этого не касался. Когда исследуют, например, функции шипиков, шипики, оказывается, у нас они являются, мы думали вначале, очень долго, например, там где-то до конца 90-х годов предполагалось, что шипиковые структуры, синапсы, которые у нас сформировались, они модифицируются. Но шипики, они являются стабильными структурами, и было сделано открытие, вот Матю сделал, который показал, что это мобильные структуры, они изменяют свои функции. И потом, даже последние, позже было сделано довольно большое количество работ, что в зависимости от обучения у нас шипики могут увеличиваться в размерах, могут к ним подходить самые разные молекулы, которые могли бы быть, может появляться большее количество шипиковых структур. Вот, и в зависимости от другого воздействия, может быть, наоборот, происходить торможение, может быть, выбирание связи, и может быть, как изменяться в этом плане, может быть, и усиливаться, улучшается функция нейрональных сетей, либо, может быть, ослабляться. Конечно, положительный обратный связь. Спасибо. Второй короткий вопрос. Какая максимальная частота кодирования спайков используется в каких-то процессах? Это важно нам для понимания, какие вам нужны оптогенетик туулсы? Значит, у меня даже где-то здесь вот презентация, но я не буду вам показывать, где-то, в принципе, частота там по-разному. Для активации, в общем, частотные коды, которые вот есть, это порядка одного килогерца, в принципе, так сказать, вот это почти, так сказать, вот частота, которая есть, есть фаспайки, немножечко, так сказать, вот быстрее, есть более медленные. Вот высокочастотные структуры, которые происходят, это они вот при эпилептических разрядах, при некоторых разрядах, они происходят в зависимости, при вообще взаимодействии нескольких типов активации, одновременных типов нейронов, которые работают чуть-чуть асинхронно, но очень близко к синхронизации, которая вот может быть. Но вот частота это, ну вот грубо говоря, считается, что мозг работает с частотой порядка одного килогерца, вот, а в то время от гигагерц, что позволяет делать компьютер. Но мозг работает как многопараллельная система, потому что нейроны получают информацию от сотен тысяч других нейронов, понимаете? Вот может быть, получается, как, например, клетка Поркине, которая получает там входы в него, 200 тысяч входов, это потрясающий, на самом деле, цифр, это удивительная система, которая работает, обрабатывает все. Так что, ну вот частота вот такая примерно. Спасибо большое. Спасибо. Ну, у нас очередь к микрофону еще есть. Значит, Римма Германовна Порнова, институт Сеченова, пожалуйста, его микрофон включили. Спасибо. Петр Дмитриевич, спасибо большое за доклад. Я прошу прощения за мою наосведомленность в этой области, но я совершенно не поняла вот какой момент. Когда вы говорили о прозрачном мозге, об этом экспериментальном подходе, с которым вы тоже, как я поняла, работаете. И что значит вымывание липидов? Вот насколько я понимаю, это делается на изолированном мозге. И в какой степени, так сказать, насколько происходит вымывание этих липидов? Ведь там, собственно говоря, липиды в мозгу находятся либо это фосфолипиды и холестерин, которые находятся в мембранах. О каком вымывании липидов вы говорите? Вот чуть-чуть объясните подробнее, пожалуйста. Спасибо большое за вопрос. Я говорю о том, что из-за ограниченной степени и большого количества материала я просто не мог останавливаться на этом довольно долго. Обычно, так сказать, объясняю очень подробно и очень спокойно. Я сейчас убрал уже презентацию, я просто на словах вам расскажу. Как это все происходит? Берется животное, происходит фиксация мозга, нервных систем, происходит инъекция, и все животное фиксируется абсолютно. Понимаете? Вот потом после этого выделяется мозг, он уже зафиксированный. Вот до этого, правда, я совсем забыл. Сначала промывается, происходит промывается, чтобы убрать кровь. И с раствором происходит промывается, потом происходит фиксация, вот потом после этого выделяется мозг, вот и он идет. Есть протокол, в принципе, он очень описан, я не могу очень долго рассказывать, наверное, потому что я буду времени заниматься. И потом по протоколу есть такие белоксвязываемые растворы, которые соединяют белки друг с другом, образуется белковая сеть, которая вот и есть. А потом все это берется в пробирочку, мозг кладется, вот и дается просто, вот он шатается, я не знаю, как это называется по-русски, называть это система, которая на столике, на таком двигающемся столике, который вот и есть. Вот, и там дается детергент, который вымывает липиды, вымывает все липиды, которые вот там есть, которые вот могут быть, и остаются только белки, которые, ну, остается белковая структура, а липиды уходят. Потому что прозрачность у нас теряется именно за счет того, что наши мембраны и свингомиелины, которые вот они есть, они не дают нам делать мозг прозрачным, который вот есть. И тогда остается только белковая структура мозга, которая у тебя есть. Он становится действительно прозрачным, когда ты берешь просто вот чашку Петры, вот, мозг, который, так сказать, вот пробыл вот в этих вот условиях на протяжении примерно двух-трех недель, он становится абсолютно прозрачным. Но это довольно длительный процесс, вот это примерно две-три недели. Но липиды вымываются, ну, в общем, практически полностью. Там есть очень много тонкостей, как это вот нужно делать, сейчас эта методика совершенствуется, вот, для того, чтобы не нарушить уход самих белков, которые, может быть, не вполне сильно связаны. Когда очень сильно происходит связывание, тогда происходит неполное вымывание, и потом есть проблемы для того, потом, после этого, когда ты начинаешь работать, если добавлять, например, антитела, то они не могут глубоко проникать. Вот там, ну, это всего детали, которые сейчас не могу, так сказать, вот обсуждать, если, так сказать, вот, нужно будет вам интерес, вы мне напишите, либо по скайпу можно где-то вам более подробно внести. Да, спасибо. То есть, фактически, вы имеете дело с бесклеточной структурой, а фиксация ткани помогает удерживать белки в нужной конфигурации, я правильно понимаю вас? Нет, мы имеем дело с условно-клеточной структурой, которая, ну, это зафиксированная, этот мозг, он лежит, его, можно сказать, где-то взять, но это фиксированная структура, естественно, но там остается просто очертание клеток, ну, просто скелет клеток, который вот здесь, который состоит из зафиксированных белков, которые там находятся. Ну, он очень поддерживается, он очень хорошо это делается. Вернее, так, там в зависимости от подхода, от методик, может быть, немножечко объем возрастает, это вот мозг, вот, вот, есть другие методики, которые чуть-чуть происходят, немножко с, как это, сглаживание, с кокоживание, я не знаю по-русски, как это сказать, вот, как вот может быть, и вот, ну, там есть, немножечко меняется, вот размеры вот этой вот структуры, которая вот есть на соотношении белковых структур, там сохраняется, при правильном, при очень грамотном, так сказать, воздействии, да. Спасибо большое. Вот у нас давно руку держит Эля Ахметовна Бухараева, Казань, научный центр. Спасибо. Петр Дмитриевич, спасибо большое за очень красивую визуализацию мозга. У меня два очень маленьких, коротких комментария. Первый. Я хочу реабилитировать нервно-мышечный синапс по сравнению с мозгом, который мы, конечно же, все очень уважаем и любим, но в нервно-мышечном синапсе мышцы иннервируются не одним синапсом, а там много синапсов, и более того, они даже различаются между собой по своему и морфологическому, и функциональному состоянию. Например, в диафрагме их четыре типа синапсов. Это первый момент. А второй момент, вот вы сказали, что по вопросу сознания вы не хотите никаких комментариев давать, а я недавно увидела статью в журнале Нерон в февральском номере из группы, из университета Винсконсина. И там, значит, группа Юрия Салмана исследовали влияние стимуляции латерального таламуса на наркотизированных обезьян. И так вот выяснилось, что стимуляция в определенном формате этой части мозга приводит к выводу наркотизированных обезьян в состоянии бодрствования. И вот авторы делают вывод, что эта область мозга является фактически двигателем сознания. Спасибо. Да, вот спасибо. Значит, нет, значит, по поводу первого, я просто хотел сказать другое немножечко быстро, может быть, не надо, я это сделал. Дело в том, что когда формируется нервно-мышный синапс, то от одного и того же нерва, от одного, одна и та же самая танцевая пластинка, она садится на несколько волокон. И другая танцевая пластинка садится тоже на несколько волокон. А потом, после этого, вот я сейчас, если у меня получится, я убрал, для того, чтобы у меня были здесь слайды, как раз. Петр Дмитриевич, я знаю эти слайды. Ну вот, значит, ну вот, значит, но дело в том, что вот это, я хочу сказать, видно сейчас вот то, что здесь вот на экране или нет? Да-да, видно, видно. Ну вот, вот это вот, это вот нервные, 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 нервные мышечные кусочки, которые, вот эти вот синаптические куски, они подходят, каждый из них подходит к отдельному волокну, к другому волокну. Да-да-да. Они не пересекаются, это я имею в виду. Может быть, я сказал, не совсем нет. Ну, вы сказали про мышцу, поэтому я на это среагировала. Да-да-да, нет, 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 так что это имеется в виду. Вот такой вот красивый букет, я это убрал, сказать, там у меня есть какой-то ряд каких-то связей, которые есть, которые могли бы быть. А вот по поводу сознания, я думаю, что здесь есть Константин Владимирович, он может вам рассказать намного больше по поводу сознания. Дело в том, что я на самом деле, я не могу, для меня мозг, он является вот структурой для контроля нашего организма. Вот, для обработки информации, которая в этой ней есть. Вот, вот, как формируется наше я, вот, как формируется образ даже, вот, наше видение, вот, этого, этого пока мы еще не понимаем. Я, я этого, сказать, вот, не знаю, и это, сказать, очень большое, сказать, будущее, сказать, вот за этим стоит, как это все, вот, можно понимать. И где оно происходит, где, как происходят творческие процессы, которые, так сказать, возникают, как мы, как мы реагируем на те и иные вещи, в общем, нашим внутренним я, нашим пониманием. Вот, я вот смотрю на вас, я смотрю на экран, вот, я знаю очень много о том, как, как организован на молекулярном уровне, организован цитоскелет, как организован, как происходит классическое изменение, как происходит изменение структуры. Но, как это все формируется вместе, я не знаю. Но, с другой стороны, я понимаю, что, например, если бы, если, когда я смотрю, сказать, на компьютер, я не могу взять, компьютер создает изображение. То есть, это есть, вообще, сказать, задача, есть очень четкие, так сказать, подходы, модели, которые, которые это делают, которые сделали наши, так сказать, на наши компьютеры, чтобы они могли воспринимать информацию, телетелевизионные структуры, которые могли передавать информацию на очень большие расстояния. Так что, за этим, мне кажется, еще вот будущее, но это пока непонятно. Как работает наш аналогово-цифровой компьютер, как я условно его говорю, компьютер, вот наш мозг на формирование, образно формирование. Я согласна с вами, Петр Дмитриевич, но вот мы, в основном, занимаемся изучением отдельных лампочек, как работает отдельная лампочка. А вот как работает вся гирлянда, это, в общем, очень серьезный вопрос. И вот в этом, как раз, наверное, в этом направлении надо идти, мне кажется, в большей степени. Ну, конечно, значит, конечно, вот это вот нужно, как соединить просто вот тот экспериментальный материал с информацией, с обработкой. Вот оно, мне кажется, в этом направлении, мне кажется, очень глубоко и серьезно работает. Я знаю. Я не знаю, здесь, здесь, пожалуйста. Спасибо. Может быть, Константин Владимирович здесь, но мы его сейчас не можем пока вывести. А вот у нас Лев Гершевич-Магазанник поднимал руку. Я на всякий случай включил микрофон, но не знаю, может быть, он случайно поднимал. Лев Гершевич, хотели задать вопрос? Не случайно. Случайно, да? Нет, не случайно. А, давайте, давайте тогда. Именно не случайно, прежде всего, я хотел бы поблагодарить Петра Дмитриевича за прекрасную лекцию, присоединиться хору восхищенных слушателей, но не только для этого. А еще возникает мысль о том, что вот такие обзоры, когда человек поднимается несколько, даже не несколько, а выше, тех составных частей, которые включены в эту область, рассказывает это очень увлекательно, интересно и популярно. Жалко, если это становится достоянием только, ну, я не думаю, что только этой нашей аудитории, потому что Петр Дмитриевич такого рода лекции читает довольно часто. Но вот я хочу сказать о пользе подобного рода вещей, о расширении, может быть, аудитории подобного рода подходов. Ну, общество наше плохо себе представляет, на что тратятся деньги, когда финансируется наука. И очень часто возникают мысли, что вот тратятся миллионы, а что из этого получается. А увеличение престижа науки делает как раз подобного рода лекции, если они доходят до более массовой аудитории. Примеры того и есть. Вот Петр Владимирович Константин Владимирович Анохин такого рода лекции читает, Павел Милославович Малабан такого рода лекции читает, они выставлены, выложены на ютубе. И я посмотрел, у них очень много слушателей. Вот подобного рода лекции по конкретной проблеме, по которой состоялась эта конференция, было бы очень хороша, если она была доведена до массового слушателя. Чтобы люди себе представляли, до каких глубин мы можем докопаться, и почему на это нужно тратить большие деньги. Спасибо. Спасибо вам. Так. Так. Петр Дмитриевич, вы с нами? Петр Дмитриевич. Петр Дмитриевич с нами, но он, наверное, с нами пока не разговаривает. Нужно включить. Звук выключен просто. Так. Петр, можно нажать пробел на компьютере? Пробел нажмите, если у вас что-то не получается. Сейчас мы вас найдем, видимо, что-то подключилось у нас. У вас вообще есть звук. Должен быть звук. Есть звук. Есть, да? Да, да. И мы теперь дали возможность, в общем-то, всем подключаться. То есть теперь у нас более вольная дискуссия, поэтому теперь каждый, в принципе, нажав пробел, может подключиться. Но там Константин Владимирович у нас, к нему был вопрос. Ну, сейчас, наверное, Петру Дмитриевичу сначала слово. Вот нет, я просто хочу поблагодарить Леву Георгиевичу. Спасибо вам большое за комментарий. Я очень недоволен докладом, потому что очень быстро, как всегда, говорил и тарабанил, и мысли, которые заложены там, они не мог их за это время изложить, потому что смотрел все время на часы, боялся, чтобы не выйти с графика, который мог бы быть. Потому что проблема эта огромная, и ее нужно решать общими усилиями. И это не только проблема денег. Прежде всего, мне кажется, это проблема энтузиазма и вообще саморазвития нас, каждого из нас. Если кто-то будет очень увлечен этим заниматься, то находя какие-то более простые, какие-то неожиданные пути, значит, вот своим творческим энтузиазмом может это вот делать. С одной стороны, для того, чтобы понимать нам функцию, структуру мозга и нервную систему, нам нужны, правда, действительно огромные деньги, это должно быть огромное вливание. С другой стороны, должна быть, так сказать, вот отстраненность, так сказать, вот видение и анализ этой информации, очень глубокий, расширенный анализ, философские подходы должны быть в этом направлении. Спасибо. Спасибо. Ну, на самом деле, проблема многогранна и много уровней, поэтому, я думаю, на каком-то уровне слушатели все равно поняли и ваши мысли были услышаны. Вот, Константин Владимирович, у нас мы... У вас был какой-то вопрос, мы вам звук включили. Я не знаю, какой был вопрос. Если вопрос касается сознания, то... Комментарий. Мне кажется, что мы можем его полноценно сейчас обсудить. Я только хочу присоединиться к хору восторженных отзывов. Петра Дмитриевич, спасибо большое. Я также понимаю, о чем вы говорили, когда говорили, с одной стороны, о необходимости теории, а с другой стороны, о некотором нейробиологическом скепсисе и осторожности в отношении математиков, которые работают с этим. Я последние 10 лет очень рад и ищу математиков, которые заинтересовались бы проблемами мозга и высших функций мозга. У нас в стране за рубежом физиков-теоретиков также, и собирается такое сообщество. Но вот я думаю, что я понимаю, о чем вы говорите, потому что, общаясь с ними на протяжении 10 лет, очевидно, что теория мозга и теоретическая нейронаука, она не сводится к математике и computational neuroscience. Это вещь, которая гораздо больше требует знаний в биологии, в нейрофизиологии, нейробиологии и питается ими, не просто математический формализм. Спасибо. Ну вот у нас довольно много осталось еще вопросов в чате. И, коллеги, получается, что у нас 25 лекций. В принципе, я думаю, кому надо отойти, они могут отойти, а мы, в принципе, не будем такой перерыв устраивать формальный и продолжим беседу, наверное, в таком уже вольном режиме. У нас остались вопросы и в предыдущей презентации, ну и вот с этой. Если вы не против, я тогда тут... Да-да-да, Константин Владимирович. А можно я отвечу? Я вот сейчас посмотрел вопросы в чате и добавлю что-то к тому, что Петр Дмитриевич говорил про окраску всего мозга и рассветление. Тут есть конкретные вопросы, я могу конкретно их ответить. Кларити не самый оптимальный из существующих сегодня методов. Это раз. Потому что он занимает много времени. Он занимает несколько недель. В прошлом году китайская группа опубликовала в Nature Communication протокол ускоренного кларити, который они по-другому назвали, пассивные электрофоресы и ускоренные окраски, который сокращает этот срок до одной недели для одного мозга. Мы работаем с этим с 2003 года. И я вот показывал в своем докладе наши окраски 2007 года. Есть протоколы, которые мы в том числе разрабатывали, которые позволяют... Это ответ на вопрос. Окрашивать целый мозг, иммуногистохимически. Целый мозг – это мозг мыши, не крысы. И одно полушарие. То есть мы разрежаем вдоль пополам и окрашиваем одно полушарие. Это занимает несколько дней, до недели окраска. Рассветление, я еще раз повторю, есть и коммерческие системы, которые сейчас... Приборы, которые осуществляют кларити, электрофорес. Но это все длительное. Есть протоколы просветления, которые могут занимать всего несколько часов или сутки. И их можно совмещать с иммуногистохимией. Это означает, что для того, чтобы получить окраску целого мозга, иммуногистохимическую, просветленного, сейчас можно пользоваться протоколами около одной недели. И проникновение на полполушария мозга мыши можно достичь полного. Спасибо. Ну это вот, я так понимаю, были ответы на вопросы Инны Медзиновской и Анны Чуриловой. Да, совершенно верно. Можно просто добавить еще к этому. Меня слышно? Да, 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 хорошо слышно. Спасибо большое, Константин Владимирович, это правда, совершенно верно, потому что есть сейчас новые методики, которые позволяют сокращать время работы. Но вот по поводу ионопореза, для вывода липидов, я к этому отношусь очень критично, потому что мы получили эту систему, мы ее брали, мы ее смотрели, там выход получается неоднородный. В одном случае, когда они разрабатываются, нет говнобенной системы, которая получается при мягком выводе, вообще при аккуратном без ионопореза. Получается, что одни структуры, там происходит очень сильный выход, и тогда белки, на самом деле, меняют свои свойства вообще для работы с антителами. А если немножко не доработать, то тогда в других участках это будет неполный выход липидов. Вот ионопорез, я к нему, сначала мы очень вдохновились им, попытались посмотреть, а потом ушли от этого направления. Мы пытаемся, просто пассивные, но вот с этими вот новыми протоколами, это правда, действительно, это работает очень хорошо. Спасибо. Я согласен. Мы, когда Кларити опубликовали, сделали свою систему, попробовали и отказались от этого. По ряду причин длительности и неравномерности, мы делаем окраску и просветление без электрофореза. Но и быстрее все равно. Спасибо. Ну, я хочу вот добавить к вопросу Риммы Германовны о том, что, конечно, липиды вымывать, и смотри, только что белки делают, какие связи между белковыми молекулами, да, в мозге. Но ведь сами липидные молекулы, они тоже являются не только так структурными компонентами, они тоже являются сигнальными молекулами. Поэтому это докладывает еще больше и более элемент сложности на всю систему. Поэтому, если добавить к этим белкам, потом снова вернуться к этим липидам, которые тоже принимают участие в функционировании мозга, то все это усложнится намного больше. То есть кто-то должен на каком-то уровне тоже начать смотреть, и какую же роль эти липиды играют в функционировании мозга. Нет, но тут дело все в том, что окраска иммуногистохимическая, и вы все равно видите только белки. Это понятно, да. Но посмотреть роль липидов, потому что там такое, как-то миллиарды всяких разных возможных вариантов липидных молекул. Значит, нет, Наташа, просто все за счет задачи, которые стоят. Это что вот у Наши была задача просто сделать географию, географию нейронов, которые экспрессируют наш хлорный сенсор, чтобы люди могли потом, чтобы мы сами могли понимать, с чем мы можем работать, на каком уровне, на каком это может происходить. Вот другие задачи, которые связаны с исследованием белком, да, это вот может быть делать. А исследование, так сказать, липидов и взаимодействие липидов и белков, это уже совсем другая задача, там должны быть другие методы, другие подходы. Я вот и говорю, что это просто накладывает новый, так сказать, элемент на всю эту систему. Если мы что-то даже изучим про то, как белки между собой взаимодействуют, да, и все эти системы, как каналы работают, но когда вы вернете назад липиды, это все будет работать совершенно по-другому. Ну так, конечно, мы работаем, для того, что прозрачный мозг, он позволяет работать с фиксированным материалом, это не фиксированный материал, это ничего, так сказать. Вот как раз вот нам нужно искать подходы для того, чтобы как исследовать функцию, вот, а функция разнообразная, как, которая вот может быть, и вот то, что вот люди используют, вот хемогенетика, мне кажется, она очень является и срезвычайно важным направлением для того, чтобы исследовать же-белковые пути, же-белковых систем, которые вот могли бы быть, и это тоже, сказать, это вот, ну, это просто тоже один маленький кусок, но мы все ограничены, сказать, вот в наших рамках исследований. Этот метод позволяет этот, этот метод позволяет это, этот метод позволяет это. А вот как все объединить, как это все понять, нужны очень умные мозги. Должен вселенский разум действовать в этом направлении. Он не действует, он не работает, вселенский разум, он есть, он нас создал. Спасибо. Ну, вот еще вопросы, которые из чата, давайте я там зачитаю. Значит, от Карена Симоняна вопрос, ну, он такой частный. Вызывает ли стимуляция оторванных, ну, отрезанных аксонов с нейротрансмиттера из этих аксонов при оптогенетической стимуляции? Спасибо. То есть, я, у меня была пауза, я не расслышал. Хорошо. Ну, то есть, в общем, вопрос такой, можно ли стимулировать перерезанные аксоны в срезе мозга? Оптогенетическая стимуляция, видимо. То есть, происходит ли выделение нейротрансмиттеров? Ну, происходит, да, до какого-то времени оно будет, если оно будет происходить, вы можете стимулировать. То есть, видимо, вопрос в том, можно ли отрезанный аксон оптогенетически простимулировать? То есть, будет ли он генерировать потенциал действия? Ну, я не знаю тут, я уже интерпретирую. Ну, конечно, можно будет, если дело то, что ионные каналы там все встроены, это известно, чисто со времен. На самом деле, Ходжкин и Хаксли, которые брали аксон кальмара, и там есть, так сказать, были спайки, которые... В общем, если оптогенетически встроились, то должно работать. Это возможно, да, но что понимается под оптогенетически, потому что, если там встроен туда канал родопсин, либо что-нибудь, конечно... Наверное, такой вопрос, встраивается ли канал родопсин вот в эти аксоны. Ну, я не знаю, тут нет пояснения. А это я точно не знаю, это, наверное, просто другим. Я думаю, что должен встраиваться, но трудно сказать. Я не знаю, это должно быть определенное исследование, как раз вот... То есть, где встраивается специфика? Показывали вот из группы Малышева был доклад, где показывали, что происходит на периферии, что происходит в центральной системе, так сказать, там все в дендритах. Я не знаю, это в аксонах там было или только в дендритах вот было, наверное. А, ну, про тело и дендриты известно, а про аксоны, ну, вот... Я могу прокомментировать. Да, это известно и показано, что ченлородопсин прекрасно встраивается в аксоны, в терминали, и можно осуществлять вот оптогенетическую стимуляцию прямо из одних терминалей, аксонов, и все там прекрасно, и спайки генерируются, и могут бежать обратно ретроградно в сон. Так что это все работает и возможно. Спасибо, Алексей Юрьевич. Так, следующий вопрос от Натальи Николаевны Наливаевой. Ну, не знаю... Наталья Николаевна, озвучивать ваш вопрос? Это не вопрос, это был комментарий, мы беседовали в чате, просто я его случайно выложила для всех, а мы беседовали индивидуально. Ну, вот я думаю, что он как-то так сформулирован не очень... Это более... Да, это более комментарий был. Понятно. Мы его уже обсудили. Хорошо. Очень многие люди говорят о том, какая великолепная лекция. Очень много людей. Так, и вот вопрос от Джона Карла Камбиста. Так. I'm working on I'm channels right now. What will be the best method to use to study synaptopaties? Hemogenetics, thermogenetics or optogenetics? Значит, для изучения каких-то синаптопатий. Синаптопатий. Нарушение синаптопатий. Синаптопатий. Да. То есть, хемогенетику, термогенетику или optogenетику. Но у нас иностранец, так что, пожалуйста, на английском, видимо, ему. No, this is actually just depending actually I would like to just know more precisely what you would like to know just to modulate the synaptic transmission from one side. If there are some pathologies in the synaptic transmission, this is another question. So, this pathologist can be maybe from the dysfunction of some specific proteins. maybe this is this is dysfunction of the glutamate receptor or GABA receptor or glycine receptor. So, you have to study this receptor just to do that one. But which technique to use? This is actually depends on the questions which you just put on. if you have some more precise questions you can write me and we can discuss it separately. John, you are in R so you can ask if you want. Okay, so if you can write me that's no problem. Okay, he writes we are working on epilepsy. Yes, okay, so if you are working with epilepsy, what kind of epilepsy? Epilepsy, there are some right? I'm hearing you. John, John, you can talk. Oh, okay. Wait. Oh, yeah, hello. Oh, yeah, we're working on an epilepsy caused by a rare genetic disorder. So, we're working on like, because there's this gene that causes the mutation. So, we're working on GPCRs, especially the G protein coupled inward rectifier, rectifying potassium channels. So, yeah, we're trying to understand more of the physiological functions. And our professor just mentioned like, our professor mentioned about optogenetics, but it's just that in our laboratory, we don't have the equipments. But he told us it would be very useful also for studies because in that way, we don't really need to use electrodes that we can use to turn on neurons or just by turning lights on or off. So, I just wanted to study if there will be opportunities in the future to implore optogenetics in studying the neurons or synapses. But I guess it's not in our lab because we don't have the equipment. So, I'm just open for that notion of using or employing optogenetics while studying ion channels and understanding its physiological function and how does it lead to the disorder or, for example, the epilepsy that we're studying about. Yeah, just getting some ideas because I'm also new to neuroscience also and I need to learn so much about it. Yeah, so, well, the approach is actually you should use actually just specific promoters to express specific neurons from one side or from the other side. This is epilepsy which you told about. This is a genetic epilepsies and if I understood that maybe this is not the syndrome Dravet which is connected this is motivation is the sodium channel this is the sodium channel this is about 1000 of the mutations which are in the different parts of the sodium protein and dependent actually on the mutation the development of this disease can be different if this is the transmembrane domain which is a voltage one this is actually it will be very very hard disease which is developed which is very difficult to do that which is in the other part it will be much less developed the syndrome Dravet this is actually white type of epilepsy which is doing that one so to study it I don't know how to study it people study the electrophysiological properties of the sodium channels what happens inactivation or the time of the activation of the late current which appear actually and they try to correlate it with different drugs which can produce a correlation this is actually not very simple task but this is actually I'm afraid I'm actually just because there will be as it talks if you want to do you you can write or discuss it on Skype connections or some other type just I have probably there is some email address you can write me directly and you can find the way for the discussion but it will be very interesting I'm open for the discussion I give you a number of actual advices about that one yes that will be really cool yeah ok very good thank you mert хорошо поблагодарить да давайте поблагодарим Петра Дмитриевича сначала вы можете все похлопать давайте давайте похлопаем это я спасибо вам спасибо Петр Дмитриевич огромное спасибо но вот вы в чат откройте тут вы видите сколько там теплых слов и сколько благодарных комментариев по поводу вашего доклада очень 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 много все вас благодарят так и вот